Приветствую всех на своем канале. Сегодня мы с вами будем смотреть расклад на одну позицию. Как обычно я делаю в начале каждого месяца. Первые два расклада я делаю в формате карты руки и на одну позицию. То есть следующий расклад будет в таком формате. Расклад называется «Итоги работы над собой». Если честно, я даже не помню, кто мне его предложил. Но эта тема была взята по просьбе одного из подписчиц. Но я не помню сейчас, к сожалению, простите, кто автор этой темы. Надеюсь, не сильно на меня обидитесь. Так, смотреть мы будем на новой колоде. Колода называется «Терра Ваулате». Я делаю на нее обзор «Воскресенье». В плейлисте обзора моих колод можете зайти и посмотреть, кому интересны вообще колоды. А так вообще я часто говорю про это и всегда напоминаю о том, что мне некомфортно говорить о каких-то вступлениях. Но со временем я понимаю, что не все смотрят вступления, либо как, знаете, пропускаем мимо ушей, а потом, когда нам надо, где-то что-то, когда-то я помню, кто-то говорит. Так вот, захотите почаще на главную страницу канала в раздел плейлистов. Очень много разных плейлистов есть у меня. Помимо раскладов есть плейлисты о второпростным языком, беседка, в которой я отвечаю на разные вопросы, как о Таро, так и не о Таро. Иногда, когда меня спрашивают, какие книги можете порекомендовать, там есть такой ролик. Есть также ролики в плейлисте обзора моих колод. Есть отдельный плейлист, который называется «Мои услуги». Там есть фрагменты из моих курсов. Я знаю, что для многих тематика моих курсов, она сложная очень в понимании, но информация сложная, подача легкая. Я стараюсь очень легко доносить сложные философские понятия, но для кого интересно понять, о чем тот или иной курс. Есть специально такой плейлист, который называется «Мои услуги». Там есть фрагменты из моих курсов, в том числе и из курса обучения. Я прямо в разделе «Сообщество» писала пост. У меня была акция три дня на обучение Таро в записи на моем курсе, на мой курс. И там как раз-таки этот пост я публиковала в разделе «Сообщество», где тоже не все заходят. То ли неинтересно, то ли не знают, то ли не в курсе. Я не могу разобраться в реакции людей, кому и что, как понятно. Когда нет обратной связи, очень сложно гадать. Вот. Там тоже был фрагмент, приложен к посту из моего курса обучения. Но это только лишь маленький фрагмент. Вот. Ну, кому надолела уже моя болтовня и хочет уже начать раскладку, давайте приступим. У нас сегодня с вами будет семь, восемь вопросов. Вот. Мы будем делать... Пока я выкладываю эти восемь карт. Чего сказать, я себе купила новый рабочий стол. Мне так нравится. Удобный, большой, комфортный. Так, сменила. Характеристика этой колоды, наверное, буду очень часто говорить в том, что в этой колоде больше семидесяти восьми карт, так как есть очень много альтернативных карт. Вот. Я их не стала вытаскивать, потому что считаю уместным, чтобы они были. Так. Два, четыре, шесть, восемь. Даже десять карт вытащила больше, пока болтала. Ну, ничего страшного. Десять, десять. Итак, приступаем. Первый вопрос. Выложили вот такое динамическое поле. Сегодня будем работать... Ой, задела камеру, да? Так, извиняюсь. В динамическом поле. Сейчас я камеру ниже, наверное, поставлю. Вот так, чтобы два карта были видны. В динамическом поле. Итак, первый вопрос. Для чего вообще вы работали над собой? Центральная карта. Для чего вы работали над собой? Паш Кубков я оставлю в таком месте, вот именно в таком положении буду ровно оставить, потому что для меня важно направление карт. Для чего вы работали над собой? Потому что у вас была идея, да? У вас было некое такое вдохновение, возможно. Возможно, было какое-то предложение. Кто-то вам что-то сказал. Там, не знаю, предложили какой-то курс, предложили какое-то обучение, какую-то консультацию, да? Либо внутри себя у вас была потребность проработать своего внутреннего ребенка. Может быть, узнать своего внутреннего ребенка. Возможно, были какие-то сценарии, ситуации, когда всплыл на поверхность этот ребенок. Возможно, пришел какой-то инсайт по поводу того, что вы ощущаете. Какой-то словили, не знаю, какую-то мысль о том, что надо бы разобраться в этом. Да, то есть причина, как таковая, была либо в предложении извне, либо в вашем внутреннем таком состоянии. Опять-таки, это может касаться внутреннего ребенка, либо это может касаться каких-то детских травм ваших, да? И вот они как-то, знаете, как психологи говорят в НЛП, якорь, как якорь, заекорили, да? Что-то, как включилось в вас в какой-то момент, и вы захотели с этим разобраться. То есть это не было каким-то, это не спонтанным, да, действием. Возможно, была какая-то идея давно о том, что, а надо покопаться, надо посмотреть. Либо, еще раз скажу, возможно, была какая-то ситуация, где вы ощутили себя как-то неуязвимыми, наоборот. Говорочка по Фрейду, неуязвимыми, да? Либо был какой-то эмоциональный такой всплеск, небольшой, но как-то вот он вас зацепил. И с этого момента, да, вы начали разбираться в себе. И это мне показали, как все началось, да? Но для чего, для чего? Для того, чтобы стать как-то более уверенным, да, с одной стороны, а с другой стороны как-то вот узнать себя получше. Ну, давайте вытащим еще одну карту. Узнать себя получше и выпал Аэрофан, кому интересно карту посмотреть. Аэрофан, говорю, отшельник. Отшельник для чего? Для того, чтобы найти ответ, ответ на какие-то свои вопросы. Здесь, знаете, даже такая, такой момент, когда вы как-то запутались, да, запутались в себе. И, знаете, начали как-то разбираться, вместо того, чтобы разобраться, еще больше у вас появилось вопросов, чем ответов. И вот такое ощущение, что вот вы как в лабиринте своего ума, чем больше начинаете копаться, тем больше как-то путаетесь в сип. Вот как-то углубляясь слой за слоем, как-то вот все больше погружались, погружались в себя. И в конечном итоге такое ощущение, что оказались вот в какой-то тьме и как-то застряли. Здесь такое ощущение, что вы застряли. Застряли и даже забыли, как будто бы свою первоначальную идею, ради чего вы стали заниматься. То есть, знаете, вот как по цепочке, одно за другим, одно за другим. И потом настолько отклонились от первоначальной своей затеи, того, для чего вам нужно было, с чего вообще все началось, да, вот так скажу. И как-то здесь, ну вот, застряли. То есть, понимаете, и назад пути нет, потому что это большой пройден путь. И вперед как будто вы не можете идти. Почему? Потому что есть какие-то такие преграды, и все как-то, ну, грустно стало, да, как-то грустно, эмоционально поникли. Вроде бы начали как-то за здравие, хочется сказать, а закончили не то чтобы за упокой, а за то, что ресурсов нет. Здесь произошло какое-то истощение, потому что в процессе копания вы столкнулись с такими моментами, что они как будто вот эти вот силы, да, ваши внутренние, возможно, они настолько мощные, настолько огромные, несоизмеримы с вашим каким-то потенциалом на тот момент. То есть, сила, с которой вы столкнулись в моменте раскопок себя, да, давайте так скажем, либо работы над собой, она стала настолько большой, либо выстрелили настолько большие глубокие пласты, что как-то здесь у меня такое ощущение, как человек, который подходит к какой-то горе. И вот он за одной горой видит еще одну, да, и показалось некое такое ущелье, что ли. И вот он идет, зашел в это ущелье и оказался в пещере. Заглянув в пещеру, как-то так блуждал-блуждал, и вдруг как-то все, не знаю, нависло над ним. Вот эта вот вся мощь, именно горы, вот эта вот вся сила, хочется сказать, с таким не шутят. Я не знаю, что, куда вы углубились, но здесь такое присутствует, некое углубление. И я что-то вместе с вами углубилась в этого отшельника, прямо такая. Здесь нету подавления, здесь нету тьмы, а здесь есть несоизмеримые силы. Это вот, как я не знаю, как мышь и слон, да, то есть, понимаете, размеры какие. Здесь о размерах говорят. Зачем вам нужны были вообще эти изменения в себе? А есть у меня вопросы, какие изменения? Давайте я посмотрю сначала, о каких изменениях вообще вы хотели? О каких изменениях вы хотели? Вот, Аркан, сюда. Вы хотели полного перерождения. Глубокого и полного перерождения. Вы знаете, чтобы что-то завершилось в вашей жизни, какой-то цикл вам необходимо было завершить, завершить какое-то прошлое, как-то, знаете, от чего-то избавиться, очиститься, здесь какое-то очищение должно быть. Что вы хотели тут очистить? Девятка Пентакли. Знаете, такое ощущение, что вы хотели себя как будто бы очистить. Очистить от всего ненужного, от всего лишнего, для того, чтобы прийти вот к какой-то стабильности. Знаете, здесь чувство, я хочу прийти к какой-то зрелой такой позиции, да, когда я, в принципе, самостоятельный человек. Самостоятельный и независимый человек, у которого есть свой определенный опыт, и он живет в соответствии с этим опытом, понимает себя, свой характер, свои какие-то, я не знаю, заскоки, свои, наоборот, сильные стороны. Человек, который живет так, как он хочет, на основе своей системы разрешения, да, человек, который говорит себе, мне это можно, мне это дозволено. Не тот, который живет в рамках и в ограничениях, а наоборот, тот, который строит и творит, создает свою жизнь так, как он хочет, на основе своих собственных ценностей. И для этого здесь нужно было разрушить, хочется сказать, очень многое, да, вот это вот перерождение, причем оно было таким вот перевернутым, в принципе, я не смотрю, перевернуты арканы, вот, но оно было здесь перевернутым, как показатель того, что хотелось завершить какой-то цикл огромной своей жизни, да, вот как будто бы начать с чистого листа, но имея определенный опыт, да, то есть даже не опыт, а опыт хотелось бы, наоборот, от него избавиться, а знания, которые, выводы, которые вы взяли из этого опыта, хотелось бы на основе его, на каких-то знаниях выстроить заново новые какие-то возможности. Я не знаю, это когда человеку, например, говорят о том, что какие-то ошибки совершил в жизни, да, у каждого есть, ну, хотя бы один-два пункта, которые можно было бы изменить, да, и вот здесь вот такое ощущение, что, да, на основе того, что со мной произошло, я сделала выводы, я хотел бы этот пункт изменить, я бы хотела что-то по-другому сделать, и вот такое вот желание было, но Аркан же все-таки перевернутым выпал, да, то есть этих как будто бы изменений то ли не произошло, то ли, вот не зря у нас совершенно здесь вышло, да, что где-то как-то застряли. А на чем вы застряли? Блин, у меня другие вопросы, но расклад хочет другое показать. На чем вы застряли? Десятка пендаплей. А застряли вы на своей системе ценностей каких-то? Возможно, где-то кто-то застрял на семье. Знаете, я могу предположить, что, возможно, вы хотели создать какую-то другую семью для себя, да, либо систему ценностей, то есть выстроить... Знаете, здесь такое ощущение, вот мне показывает, как будто бы я хотела одну семью, где все за одного, где есть уважение, где есть понимание, где есть поддержка, некую такую общность, что и семейность, возможно, даже если это не семью, да, выстроить какой-то вот фундамент, в котором вот из девятки я бы пришел к десятке, когда у меня было бы все так, как я хочу. Здесь вопрос не идеальности, а вопрос того, что мои ожидания и мои желания в том числе, они должны были реализоваться. Это то, чего мы хотели. То есть у вас было определенное видение того, что мы хотели. Но здесь с этим видением что-то пошло не так. И, скорее всего, вы просто не пришли к конечному итогу, да. То, что я сказала, начали за здравие, а в процессе где-то застряли, что-то пошло не так. Так, давайте посмотрим. Все ли шаги были приприняты для изменения себя. То есть я хотела прийти к десятке пендаклей, через девятку пендаклей, но суда не свершилось, очищение не произошло, цикл не завершился. И здесь не то, что вы вышли заново по кольцу фортуны, да, снова в спираль, по тому же сценарию. Нет. А вы застряли. Здесь как-то так идет. Все ли шаги были приприняты для изменения себя. Шестерка мечей. Но вы здесь даже, знаете, не то, чтобы все. Вот видите, здесь все-таки шестерка, до десятки, к завершению, еще не дошли. Еще есть какие-то шаги, но вы уже полпути прошли, да. Здесь уже произошло вот некое такое выравнивание, произошло удовлетворение в плане вашего ментала. То есть такое ощущение, что вскрыли как минимум самые основные моменты на уровне ментала, в теории. Давайте так скажу. Вы четко понимаете, да, у вас есть удовлетворение, у вас есть понимание, куда вам дальше двигаться, что вам нужно делать. Вот этот вот фонарик, да, в котором горит звезда путеводная у отшельника, он у вас присутствует. У вас есть понимание, что вам, возможно, надо изучить, что, возможно, попросить у кого-то помощи, если она необходима. То есть у вас есть понимание, куда вы идете в точку Б. И поскольку это все-таки шестерка, а до десятки у нас еще четыре аркана, я могу предположить, что большую часть своего пути вы уже прожили. Здесь как будто бы вы находитесь в пути. Окончательного достижения цели здесь нет. Но путь уже больше половины вы пройдены. И позитивные моменты здесь заключаются в шестерке мячей как раз-таки в том, что у вас есть ментальное удовлетворение от того, что я уже сел в эту лодку и я уже плыву, да. Сколько времени мне понадобится для того, чтобы доплыть до следующего берега, это уже от меня независящее. То есть дайте здесь такое ощущение, что вы как будто бы, я не знаю, как поезд, который набрал уже обороты, да, и движется в том направлении, да, в точку B, к которому нужно прийти. И все заключается в вопрос времени. То есть я приложил усилия, я сделал что-то. Здесь как будто бы раскрутка произошла, ситуация, но нужно еще время. Но большую часть вы уже, то есть то, что зависело от вас, вот так хочу сказать, вы это сделали, да. То есть вы нашли этого человека с лодкой, который поможет вам переплыть на ту сторону берега в новой, да. Вы уже сели, вы уже собрались и находитесь в пути. Поэтому все шаги были предприняты для изменения. Большая часть, да, то есть дальше вопрос времени. А какие шаги вам еще нужно предпринять? Помимо того, ну вот, арка мира, да, там суд, его сразу, вот, 20-й, 20-й и 21-й. Причем в этой колоде два аркана. Есть Вселенная и есть аркан мира. Порядок. Говорится о том, что вот как только очищение произойдет в вашей жизни, да, как вы дойдете до конца, тогда цикл и закроется. Что вам еще нужно предпринять? Идти, стремление. Вам нужно стремиться к этому единению, прийти к единению самого себя. Потому что углубиться здесь, углубились по отшельнику, а гармонии внутри себя не нашли. Не нашли связь двух сил, да, как-то вот нету слияния двух сил. Нету соединения внутри себя. Я так смотрю, какая красивая колония. Нету соединения. Что вам еще нужно предпринять? Завершить. Но завершение здесь должно пройти через успокоение, через единение с самим собой, через то, что вот вы нашли какую-то, не знаю, гармонию внутри себя. Когда вы сами говорите, что мне хорошо. Здесь это не шаги должны быть. Это должно быть стремление прийти к этому. Потому что вот полного единения, да, оно придет только тогда, когда и аркан сюда перевернется. Тогда, когда вы достигнете противоположного берега. То есть сейчас вам как будто бы, знаете, ощущение того, что нужно находиться в покое. Вот что вам нужно сделать? Вам нужно какие шаги еще предпринять? Быть в покое. Быть в покое – это не пассивность, а быть в покое – это состояние восприимчивости, когда я готов воспринимать любую информацию, любые какие-то новые раздражители, да, вот в плане впечатлений, в плане эмоций, да, быть восприимчивым, то есть, проще говоря, быть открытым, да, быть с одной стороны на чеку, но в плане на чеку – это вот оно какое-то немножечко негативное, да, а здесь готовность, я бы так сказала. То есть вам нужно сейчас быть в пассивности, но в готовности, в плане того, чтобы заметить как будто бы необходимое какое-то решение, необходимый следующий шаг. То есть такое ощущение, что вот до шестерки вы дошли сами, а дальше вас должны повезти. Но чтобы вас вели по аркану мира, вас будут везти через внешние какие-то знаки, через внешние какие-то символы. Вам нужно быть готовым их замечать. Если вы будете находиться в суете, в спешке, и в своих каких-то делах, вы пропустите внешние какие-то знаки и подсказки. А вам нужно каждый день быть в состоянии, какая подсказка, что мне хочет сегодня сказать мир. И дальше вот эти четыре аркана до десятки мечей, до завершения. Это семерка, восьмерка, девятка и десятка. Такие достаточно сложные психологические арканы. Вам поможет пройти непосредственно вселенная, но для этого вы должны быть открыты ее знаком, ее подсказкам. И вы это сможете видеть только тогда, когда вы будете в спокойном состоянии и в готовности воспринимать то, что мне готова предложить сейчас вселенная. Какие ошибки вы допустили? Какие ошибки вы допустили? Вот она, восьмерка мечей. То есть у нас есть шестерка и у нас есть восьмерка. Между ними семерка. Хитрость, обман. Какие ошибки вы допустили? Ваша ошибка была как раз таки в ваших собственных ограничениях в плане убеждений. Интересная история в мечевых картах. Когда человек находится в шестерке мечей и движется к новым берегам, ключ этого аркана говорит о том, что вам нужно оставить абсолютно вот эти вот все убеждения за своей спиной. Невозможно двигаться вперед, имея какие-то взгляды и свои суждения, в которые вы верите и идти в абсолютно новое, потому что здесь новое, новые берега. Что я хочу этим сказать? Я хочу сказать то, что какой смысл убегать от одного берега для того, чтобы обойти в другой берег, если внутри вас эти перемены не произошли. А если в новую жизнь, например, зачем уезжать из одного государства и ехать в другое государство, имея такое субъективное восприятие вещей, свой какой-то менталитет, приезжая в новое какое-то место, даже если оно будет райское и идеальное, мы все равно его будем подстраивать под свой менталитет, под свое мирозвозрение, под свои взгляды. Это одна из причин прям живого такого примера, когда иммигранты переезжают из одной страны в другую и стараются новую страну, вместо того, чтобы ее принять, вот здесь вот по аркану мира, и встроиться, адаптироваться под новые какие-то реалии, стараются прогнуть этот мир под себя. Там, не знаю, элементарный пример, уезжая из России, переезжая в любую страну, там, Германию, Францию, Италию, Испанию, неважно, ту же самую Грецию, мы будем искать русские продукты, которыми мы привыкли, мы будем искать, там, я не знаю, русское телевидение, которое привыкли смотреть в России. То есть какие-то свои привычки, которые у нас были в той стране, в которой мы проживали. Вот здесь вот примерно тот же самый. И смысл заключается в какой... Хочется спросить вопрос, а зачем тогда надо было переезжать, если вот ты, как многие говорят, частичку Родины я беру с собой. У греков есть такая хорошая поговорка, которая говорит о том, что о кузиске потряс, то есть там, где ты живешь, там твоя Родина, не там, где ты вылез, а вот именно Родина должна быть там, где ты живешь. То есть мы, по сути, ограничиваем себя, вот здесь вот по восьмерке мечей, о чем это говорит? Мы ограничиваем себя, что в каких-то рамках, то есть я там, например, я не знаю, гражданин России, либо гражданин Греции. Это есть ограничение, это есть рамки. Мы люди Земли, неважно, в какой точке мира мы живем, мы люди Земли. И вот это вот более обширно, вот, в Земле. Мы живем на Земле, непосредственно на самой Земле, а не в государстве. У нас не должно быть вот таких рамок и ограничений. Вот здесь вот этот вот подвох, как раз таки, что я не оставил в шестерке мечей все свои убеждения, которые меня ограничивают. То есть, по сути, то выражение, когда мы говорим, от себя не убежишь, вот оно заложено в шестерке мечей, что здесь нужно оставить все абсолютно, что я знал, то, во что я верил, не в плане, в кого я верил, а в плане своих убеждений, которые нас ограничивали. Они были основаны на каких-то детских травмах, на каких-то суждениях, негативные суждения, я имею в виду. Потому что, если они позитивные, они вашу жизнь улучшают, негативные, они ухудшают. И вот здесь вот смысл. Оставьте эти шесть своих каких-то убеждений, идите в новое абсолютно. Если вы этого не сделаете, вы идете в семерку мечей, в хитрость, в самообман. И в дальнейшем этот самообман вам придет осознание, в чем вы ошибаетесь, и вот вы тогда встанете в восьмерку мечей. И вот здесь вот как раз таки вопрос, да, какие ошибки вы допустили? Вы допустили как раз таки ошибку в том, что не оставили когда-то свои суждения, а продолжаете в это верить, что вы как будто бы связаны по рукам, по ногам, да, что вы не можете дальше как-то двигаться. И это ваше убеждение, что есть, то убирайтесь в какую-то точку. Здесь надо в этом как раз таки разобраться, почему вы сталкиваетесь с одними и те же трудностями, да, почему у вас есть вот это вот ощущение замыленности, что я не вижу выход, вот он, вот где вы сейчас, да, застряли в этом отшельнике. Помните, я говорила, вопрос, какие ошибки вы допустили? Допустили, что не оставили, пошли в новое, но со старым опытом. Мешок с картошкой тащите за собой, надо было его выбросить, этот мешок с картошкой, в который ложили в этот мешок, картошка, как аллегория опыта. Вот вы его тащите, тащите, уже картошка начала гнить и воняет, то есть вы уже, условно говоря, провоняли своими убеждениями, вам их нужно сбросить, вот очищение, которое не произошло. Очиститься, помыться, выбросить эту картошку, идите налегке, вы сможете впереди себя набрать еще мешок картошки, но вот вы тащите, и вот в этом и есть ошибка в своих каких-то мыслях, причем эти мысли, помимо того, что они создают вам ситуацию, что вы не видите, куда вам идти, и что вам дальше делать, глаза завязаны, вокруг, видите, еще черная вот эта вот луна, то есть мрак, вы погружаетесь внутрь себя, а внутри себя что у вас есть, то есть вы не видите, глаз нету, мы не видим внешние реалии, мы видим только свое внутреннее ощущение, а это внутреннее ощущение, оно вот оно, негативное, негативное в плане того, что мрак, темный аркан здесь, отшельника, и мы акцент делаем на нашем негативном состоянии, на низких вибрациях, из этого состояния, из низких вибраций, вы не можете увидеть выход, из лабиринта, вам нужно подняться, поднять свои вибрации, вот это вот была ваша ошибка, подумайте над этим, почему вы продолжаете верить во что-то такое негативное, вы идете в новое, но при этом с убеждением того, что там ничего такого не будет, то есть как было, как было не очень хорошо, то есть я не верю, что что-то в моей жизни, проще говоря, может измениться, может быть лучше, типа у меня уже есть опыт негативного, он просто будет повторяться, что вы должны были сделать, но не сделали, что вы должны, тройка мечей, вот она, это причина, да, опять смотрите, у нас здесь как красиво в поле мечи разворачиваются, да, смотрите, в каком направлении, все направлено к очищению, что вы должны, а здесь у нас была база, то, на что мы опираемся, да, они вроде бы прямые, намерение наше было достаточно позитивное, первичное, да, но потом как-то ситуация развернулась, а нам надо сюда, мы не в том направлении идем, почему, потому что, что вы должны были сделать, но не сделали, по тройке мечей, да, мы не прошли урок отпускания этих, этого болезненного опыта, по тройке мечей, в чем проблема тройки мечей, она говорит о том, что смотрите, сердце, да, присутствует, но нету крови, ни на одной колоде нету крови в сердце, это говорит о том, что боль у нас, она связана с менталом, да, она связана с мечами, то есть наши мысли, в данном случае, три, какие-то, либо ситуации, либо мысли, скорее всего, о чем-то, аккумулируя их, в своей голове, какие-то три сценария, они причиняют нам боль, то есть был какой-то опыт, может быть, несколько опытов, которые причиняют нам боль, мы постоянно их вспоминаем, вот вспоминая вот эту вот боль, мы сами себя раним, поэтому нету крови, да, то есть это боль, больше психологическая, на основе нашего ментального восприятия, то есть вот то, что здесь я говорила, да, я не вижу, я не вижу, смотрите, как интересно, да, я не вижу, у меня вот здесь вот черная луна, я вкружен внутри себя, внутри меня что? Тройка мечей, мне больно, мне больно от того, что меня, я так поняла, вы не видите, от того, что меня никто не понимает, меня никто, не знаю, нету сопереживания, нету сочувствия, это самый сильный урок по тройке мечей, который обучает нас сопереживанию, да, чтобы мы были не то чтобы чувствительны, а мы не были черствами, да, вот так скажу, чтобы у нас была все-таки присутствовала доброта, да, через свой какой-то негативный прожитый опыт, чтобы наше отношение к людям, оно было человечным, чтобы мы не забывали, кто мы есть, тройка мечей говорит о сопереживании, здесь слезы, которые льются, для чего? Для того, чтобы растопить наше сердце, чтобы мы стали мягкими, да, чтобы не были черствами, чтобы умели чувствовать, сопереживать другому человеку, это духовный урок по тройке мечей, и здесь как раз таки, что вы должны были сделать, вы должны были спуститься на самое дно, горевать, здесь ощущение того, что какая-то ситуация, может быть даже несколько ситуаций, вы их не допрожили, не произошло вот это горевание, и следующий этап отпускания через принятие, да, что-то вы не приняли здесь в своей жизни, вы до сих пор вот эти вот мешки с картошкой, о которой я говорила, тащите с собой, разберите, что вы здесь не приняли, что не принимаете, какие внешние или внутренние факторы мешали этим изменениям, вообще о вашем изменении, вот прям в одном направлении, смотрите карты, по шпиндаклей, что вам мешало, а мешало вам как раз таки обесценивание, то, что вы сами себя обесцениваете, либо недооцениваете, что в принципе одно и то же, человек, который не понимает свою ценность для себя, в первую очередь, не понимает свою собственную значимость, он обесценивает как и себя, так и других, почему, потому что нету этого навыка, мы не можем ценить другой труд, не можем ценить других людей, потому что у нас нету этого навыка, если бы он у нас был, он бы у нас был в первую очередь по отношению к себе. Здесь как раз таки по пашу пиндаклей, вот прям смотрите, паш здесь, паш здесь, краска говорит о том, что мы проходим этот урок, внешние факторы, какие вам мешали, то, что вы сами себя обесценивали, это один момент, и второй момент, позитивный в этом, это то, что вы проходили урок, вы учитесь, вы учитесь этому. Поэтому все, что связано с обучением, то есть вас таким образом обучают, нельзя сказать, что это какие-то, как-то вы знаете, что это мешало. Да, с одной стороны, это были какие-то преграды, когда что-то происходило и вас обесценивало, но в этом-то и был главный смысл, главная задумка того, что вы научились ценить себя, понимать себя, кто есть, что со мной можно сделать, а что нет, что я сам себе разрешаю делать, а что нет, где мои рамки. Кто-то писал в комментариях недавно, как выйти за рамки своей зоны комфорта, своего дозволенного. И здесь фишка в том, что когда мы разговариваем шаблонами и не понимаем смысла, мы не видим и ответа. То есть вот слышим, мы не слушаем, не понимаем смысла. Мы не можем выйти из зоны комфорта. Мы свою зону можем расширить. Я про это очень часто говорю. То есть мы не можем выйти за пределы чего-то, как в девятке педакли, за забор. Мы не можем выйти. Нам этот забор надо, знаете, на сантиметр дальше, дальше, дальше расширять. Вот представьте, вот здесь у нас будет забор. Мы не выходим за забор, мы просто этот забор отодвигаем дальше, чуть дальше, чуть дальше. Таким образом, все, что было за забором, оно приходит внутрь нас. Нам не надо выходить за что-то. Нам надо расширять свои границы, да, с того, что можно. И вот этот ваш урок, того, что можно, и того, что нельзя. Вот в этом смысл. А как мы расширяем? Через разрешение. Мы разрешаем себе чуточку больше. Если раньше, например, вы покупали, в первую очередь, ставили своих детей на первое место, потому что они были, ну, невозможно было ребенку грудному как-то самому себе накормить, либо одеть, либо купить эту одежду. То с возрастом, когда уже этому ребенку стало там, я не знаю, 16, 17, 18, он может пойти купить себе какую-то одежду. Он может сам себе приготовить завтрак, обед. Если нет, то пускай учится, здесь нет уже страха того, что вот он обожгется, порежется, либо еще что-то, да, просто он может уже включать в себе самостоятельность в силу своего какого-то возраста, да, в силу своих каких-то умений. В этом и заключается смысл жизни, развиваться. И тогда уже не надо ставить ребенка на первое место, да, уже надо ставить себя в каких-то моментах, что вот сначала я себе куплю, потом другому. А у нас, получается, мы всю жизнь живем, да, решая себя чего-то, во имя кого-то. Жизнь проходит, и мы всю жизнь в этих лишениях. Вот здесь вот и когда мы лишаем себя, да, мы как раз-таки себя в чем-то и обесцениваем. Почему? Потому что если мы говорим вселенной, мне это не надо, а надо кому-то другому, вселенная записывает и говорит, окей, я абсолютно все равно, кому это надо, ребенку, там, маме, кому. Вы лишаете, это ваше право. Но если вы говорили, я хочу себе и от изобилия другому, вот тогда было бы и у вас, и у другого. А так вы лишаете и себя, и другого. Подумайте. Удовлетворены ли вы своей работой над самим собой, над самой собой? Удовлетворены ли вы удовлетворены ли вы своей работой? Но опять-таки, вы находитесь в самом начале, да? Удовлетворены. удовлетворены, я скажу, с точки зрения того, что вы начали этот путь, да? Что наконец-таки вы встали на этот путь, наконец-таки вы что-то сделали, вы совершили первый шаг по бажу кубков, да? Я не знаю, возможно, как-то стали применять свои навыки, да? То есть, дорога открывается под ногами идущего, да? Вот здесь вот про это. То есть, вы начали шагать и в процессе стали много чего изучать, замечать за собой. Поэтому удовлетворены не совсем, да? То есть, это не вот прям не на 100%, скажем, на процентов 10-15, но это очень радостно. Почему радостно? Потому что вопрос не в процентном соотношении, насколько вы удовлетворены, а вопрос в том, что вы наконец-таки что-то начали делать. И это приносит удовлетворение. То есть, вам даже не ваши достижения удовлетворяют, а то, что вы в конечном итоге просто подняли свою пятую точку и начали делать. И вы этому уже радуетесь, потому что раньше и этого не было. И здесь еще нельзя говорить, как мы уже сказали, да, о том, что что-то произошло и вы пришли к результату. Но вы к этому результату придете, потому что Аркан мира выпал только тогда, когда у нас суд перевернется. То есть, произойдет это очищение. Что вам поможет вот с этим очищением? Хотя, в принципе, здесь мы спрашивали, да, единение и вот быть в потоке и замечать знаки вас выведет. Но все равно давайте еще спрошу. Что вам поможет? тройка кубков? Поможет вам больше с одной стороны, когда я говорила про поднятие своей энергии, да, своих вибраций. Вот здесь вот кажется, тройка кубков, да, это праздник, кажется, как я могу вообще веселиться, вот в такое время очень часто слышу, я вообще вне политики. Вот. И то, что сейчас происходит, и мне иногда, знаете, так говорят, ну, конечно, ты живешь далеко, тебя это не затрагивает, да, ты же не живешь ни в России, ты не живешь ни в Украине. Вот. Я хочу сказать, что в том мире, в котором мы живем, нельзя сказать, что вот меня это касается, а тебя это не касается, потому что это у нас касается всех по причине того, что косвенно, да, это затрагивает экономику и моей страны, и в то же время и многое положение в моей стране. Ну, и здесь, знаете, вот эти вот моменты пропаганды информационной, которая тебя глучит, прям морально давит на тебя. Здесь как раз-таки тройка кубков и говорит о решении, о выходе, да, что поможет, а поможет всегда приподнятое настроение. И вот уровень осознанности каждого как раз-таки зависит от того, насколько я могу быть счастливым человеком, невзирая на внешние какие-то факторы. То есть, не зависит от того, на улице дождь идет, либо гроза, либо снег, либо солнце. Я буду счастлива, потому что я выбираю. Это моя осознанная позиция. И вот моя как раз-таки, да, в принципе, в раскладах нельзя говорить субъективно, но моя точка зрения, она как раз-таки совпадает с тройкой кубка, которая говорит о том, что невзирая о том, что происходит вокруг, моя ответственность перед моей душой в этом воплощении поднимать свои вибрации, невзирая ни на что, даже наоборот, насколько сложно и трудно здесь вот быть во восьмерке мечей, преодолевать свои какие-то, свое какое-то восприятие. Я обязана, это мое обязательство перед моей душой поднимать, повышать свои вибрации. А иначе, то, что мы называем духовным ростом, обесценивается. Почему? Потому что хорошо, когда, конечно же, все удобства, да, и все условия, и в тепличных таких условиях расти и развиваться безусловно хорошо, да, то есть расти духовно в каком-то монастыре, где есть все предпосылки для развития, намного проще, чем развиваться в мире, где очень вне этого монастыря, да, в реальной жизни, где люди достаточно жестокие, где реальность мрачная, но уметь в этой тьме увидеть свет, это и есть, на мой взгляд, это жизненно важное, когда люди любят говорить слово предназначение. Вот для меня это и есть предназначение каждого человека, повышать свои вибрации, невзирая в каком мире, в каких ситуациях, в каких обстоятельствах вы находитесь. Тройка кубков говорит про этот праздник. То есть что вам поможет? Вам поможет внутренний настрой, настрой, не в том, что я должна смеяться, веселиться, когда в мире там есть, знаю, трудности, сложности. Мир остается таким, какой он есть. Он был сейчас, он и сто лет, и тысячи лет назад. Он, в принципе, не изменился. То есть как жили люди, тогда так живут и сейчас. Немножечко произошло улучшение, но качество, ценность, ценности, они какие были, они такие и остались. Все зависит от самого человека, от его восприятия. Тройка кубков здесь говорит про коммуникации, когда люди собираются, они разные, смотрите, здесь и темненькая, и младкая, и негритовская, и с белой кожей женщина, то есть люди с разными ценностями, здесь мир изображен, люди с разными ценностями, с разными взглядами, они собрались и празднуют с богиней какой-то праздник весны, радости. Вот вам, вам как раз-таки нужно, невзирая на разногласия, на разные убеждения, на разные точки взглядов с другими людьми, найти то, что их объединяет. Их объединяет то, что они люди. Ну, в данном случае, что три женщины здесь изображены. Женская энергия, энергия мягкая, энергия принятия, да, вот то, что я говорила, вот здесь вот по аркану мира, принятие мужской и женской энергии, пассивность и аксивность. И вот здесь вам, чтобы это принять, надо сначала выработать вот это вот, высокие вибрации, мягкости, женские энергии, что я принимаю, да, я принимаю. Здесь не про смирение, здесь нет того, что вот у меня руки опустились, я уже ничего делать не могу. Нет, наоборот, вы можете, вы можете поднять свое настроение, как минимум, начать улыбаться самому себе, и пускай эта заразительная улыбка перейдет на лица других людей. Это самое большее, что вы можете сделать, светить изнутри себя, здесь светлая карта, светить для себя в первую очередь, и потом своим светом, так же, как своим смехом, заразить других людей. И таким образом происходит изменение. А на что? На что вам нужно теперь держать фокус внимания? Ну, тройка кубков нам сказала, но все равно давайте посмотрим, на что вам нужно держать теперь фокус внимания? То есть мы рассмотрели, на что нужно держать фокус внимания? На королеву пендакли. Независимо от того, мужчина вы или женщина, на постоянство. На постоянство, на комфорт. В данном случае, помните, да, паш пендакли. Мы изучаем, мы учимся ценить себя, мы учимся покрывать свои какие-то потребности и нужды, в том числе и в комфорте, в уюте. С духовной точки зрения, королева пендакли у нас говорит о преданности, о верности. Вам нужно быть верным своим каким-то суждением, убеждением. У вас есть десятка пендаклей, система ценностей, которую вы себе выстроили. И вам нужно быть верной этой системе ценностей. То есть все, что не соответствует, да, это должно уходить с вашего пути. Вы должны очищать свое пространство от того, что вам не созвучно, не бояться этого делать. Потому что, когда вы боитесь, вас это вот приводит восьмерку мечей, да, всем плохо и мне плохо, я не могу в настоящий момент ощутить радость, да, потому что, ну как же, стыдно, как я могу быть счастливым, как я могу улыбаться, да, разве тебе не стыдно в такое время улыбаться? С чего мне должно быть стыдно? С чего мне должно быть стыдно, если я своими собственными энергиями, своим, своим собственным светом помогаю? У нас идет всегда только одно противоборство между двух сил, да, это плюс и минус, это активность и пассивность. И обе силы в нашем дуальном мире, они должны присутствовать. У нас нету борьбы между добром и злом по причине того, что добро, оно ни с кем не воюет, ну оно же добро, смысл ей воевать. Но при этом добро, это не значит пассивность в контексте «Я смирился, я такой хороший, белый, пушистый, делайте со мной, что хотите». Нет. Вот она как раз-таки королева Пентакли, которая знает себе ценность, умеет дать отпор в необходимый момент, умеет защитить свое потомство. Любая женщина, медведица, самая в мире животных считается аллегорием материнства. Медведица, сама по себе ее не трогаешь, она такая достаточно спокойная, но только у нее появляется приплод медвежата, она становится достаточно агрессивной, никто к ней не подходит. Так в принципе во всем мире, да, то есть женщина сама по себе, она мягкая, она такая, ну, понимающая, дозволяющая, может быть, где-то прощающая. Но когда есть ребенок, за этого ребенка она любому человеку глотку порвет, да, вот этот вот материнский инстинкт. И все знают, да, когда кто-то нападает на твоего ребенка, ты его защищаешь. Это прописано в нашем ДНК, да, вот этот вот рефлекс защиты. Вот здесь при этом то же самое, надо защищать свои границы. Быть добрым, да, но нужно уметь дать опор. То есть, если кто-то посягает ваших границ, вы изучали здесь папажу Пентакли, что есть ваши границы. Эти границы надо отстаивать. Но вопрос в уровне развития, каким образом вы будете отстаивать свои границы. Примитивный опыт, да, это сила. Не хамят, я пошел морду набил. Достаточно примитивный. Человек с более высоким интеллектом понимает, что, ну, зачем силы? Язык для чего человеку дар? Для того, чтобы договариваться. Не получается договариваться, можно использовать слово таким образом, вложить в него столько силы, не физическая сила, а своей собственной силы, эмоциональной, ментальной силы, что человек это может разрушить. То есть, донести до него информацию таким образом, чтобы он понял раз и навсегда. Как обычно женщины говорят, да, своим мужем, ну, я ему сказала один раз, он не понимает, второй. Надо сказать так, чтобы он понял. один раз сказать, ну, так, что понял. И мы все прекрасно понимаем, у нас были случаи в жизни, когда нам так сказали, что без ножа зарезали. Вот здесь примерно так же, да. Обратите внимание на постоянство, на свои собственные ценности, будьте преданы этим ценностям, будьте верны. ищите комфорт. Комфорт не в плане безделья, а в плане атмосферы, когда вам королева педагли, она создает этот уют, она создает этот комфорт в физическом мире, да. Высыпайтесь, наблюдайте за своим телом, закрывайте потребности своего тела. В еде, во сне, я не имею в виду переедание, а имею в виду качественную еду. То есть, королева педагли, когда говорит о комфорте, она говорит о том, что, что значит комфорт, это то, что придает вам силы. Люди, с которыми вы общаетесь, если после общения вы чувствуете себя сильнее, у вас поднялась по тройке кубков, где она, вот она, у вас поднялась в настроение, это сильные люди для вас, я с ними буду общаться, это мой комфорт. Если после общения с людьми у вас упала энергия, вам не хочется ничего и мир не, вот он, восьмерка печей, гоните таких людей, чем бы они для вас не были. Если это прям родители, невозможно, держите дистанцию, держите дистанцию с людьми, общайтесь раз, не знаю, в месяц, по возможности. То же самое и с едой. Если эта еда делает вас сильнее по ощущениям, если после нее вам хорошо, это правильная еда. Если еда, еда должна давать нам сил. Если еда забирает у вас силы, много съели, неправильную еду съели, убирайте эту еду, она не улучшит ваши качества. то же самое ментальный уровень. Прочитали информацию, и она вот прям на душе хорошо. Прочитали какую-то книгу, получили какие-то знания, вот вам летать хочется, вам что-то делать хочется, какие-то мотивационные ролики посмотрели. Вот держите эту информацию, она ваша, она улучшит вашу жизнь. А если почитали какие-то новости, я не знаю, где все плохо, и вот прям жизнь не жизнь, и все такое, зачем? Зачем вы себя травите? Зачем вы впускаете эту токсичность в себя? Вот это вот и есть взрослая позиция, по которой вы идете, для того, чтобы прийти к этому очищению. Тогда аркан суда у вас перевернется, очищение произойдет. Я совершаю, когда мне говорят, нету выбора, выбор есть. Выбор, свобода выбора заключается в вашем восприятии. Вы вольны выбирать свою собственную реакцию на того или иного человека, либо на то, либо иное действие. Вот в этом есть свобода выбора. Опустить свои энергии, либо поднять, это зависит только от вас. Это в вашем уровне ответственности. И вот тогда, тогда вы придете к завершению, к аркану мира, и аркан суда перевернется. Вот такой глубокий разгар, расклад, на мой взгляд, у нас с вами был сегодня. Я очень надеюсь, что какие-то моменты вы услышите, потому что услышать всю информацию, которую я вложила, наверное, не получится. Не потому, что вы не способны или там еще что-то. А просто каждый в силу своего опыта слышит смысл тех слов, которые ему близки. Если то, что вы услышали, на данный момент вам было близко, какие-то слова вы будете использовать. Если они вам не близки, то вы их не услышите, вы их пропустите, вы даже мимо ушей пропустите не специально, а ваш мозг просто фильтрует. Вот это вот мое, а вот это не мое. И вот это мое, не мое, оно выходит на основе тех ценностей, которые есть у вас. И про зону комфорта, что мы говорили, расширение, оно как раз таки и заключается в том, когда мы начинаем переоценивать, переоценивать свои ценности и понимать, что раньше для меня такая ценность была семья, и в нее входило раз, два, три, четыре, пять пунктов. А сейчас я это пересмотрела, потому что я вырос, и пункты у меня изменились, либо приоритеты изменились. И тогда у вас происходит это расширение. На этом все. Напоминаю, кто не знает, у меня есть второй канал. В описании под этим роликом есть ссылка. Если вы еще не подписаны, переходите, подписывайтесь. Там короткие ролики на одну позицию. Маленькие прям ролики. Надеюсь, они вам понравятся. И чему я очень рада на прошлой неделе мы перешли на том канале рубеж тысяч подписчиков. Меня это очень-очень обрадовало. А я с вами прощаюсь до следующих раскладов. Всем пока-пока.